А к нашему эфиру присоединяется Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины. Юрий, здравствуйте. Радую вас видеть в нашем эфире. Здравствуйте. Сейчас, минутку. Некоторая подготовка. Мы все понимаем, следим за ситуацией. Очень резко набрали. Стоит, наверное, отметить, что сегодня с самого утра по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Сейчас, глядя на карту, мы видим, что этих сигналов уже нет. Но мы знаем последствия утренней воздушной тревоги. Это был обстрел Харькова, Киевского района. В офисе президента Украины заявили, что были попадания по промышленному предприятию. Каковы еще последствия последних атак российской армии по территории Украины за минувшие сутки, Юрий? Ну, про последствия больше, наверное, расскажут органы военных администраций, которые есть в каждом регионе. Это их более компетенция отговорить о том, что произошло именно там, в зоне их ответственности. Но по тому, что произошло сейчас, это С-300 ракеты, которыми противник часто наносит удары при фронтовых зонах. Видим, что противник и далее использует это оружие, которое мы не раз называли оружием терроризма, которое просто попадает по мирным домам. Почему это происходит? Потому что точность ракет С-300 с большого расстояния, чем дальше расстояние, чтобы понимать, тем больше неточность этих ракет. Поэтому применять их по городам, это такое же преступление, как и применять ракеты Х-22. Почему противник использует это вооружение? Ну, очевидно, что они экономят дорогие, а главное не дорогие, а дефицитные средства поражения. Это крылатые ракеты, такие как Х-101 калибр, а также баллистический Искандер, который уже в дефиците серьезном у них. Поэтому они стараются наносить удары туда, куда достают ракетами и трехсотками, и системами залпового огня реактивными. Плюс сейчас активизировалась и авиация на линии боевого столкновения и на востоке, в основном на востоке, на восточном фронте, скажем так. И это тактическая авиация, которая может тоже наносить удары дистанционно, так, ракетами, такими, допустим, как Х-59 или Х-31. А также авиация, которая действует непосредственно на поле боя, это штурмовики, бомбардировщики и вертолеты ударные, такие как Х-52. Юрий, давайте еще поговорим с вами о ракетах С-300. На днях были сообщения о том, что Россия запускала эти ракеты из Белгородской области, но они не долетали, якобы разрывались прямо на территории Белгородской области. Кроме всего, были некоторые заявления, появлялись в сети, о том, что украинские силы ПВО сбивали эти ракеты. Это возможно или все же это утка? Ну, конечно, это невозможно, потому что С-300 не может сбить С-300 на трио и так. Поэтому все, что летит по баллистической траектории на сегодняшний момент, а С-300 или А-400, это тоже, если бьют по земле, то летит оно именно по баллистике. Сбивать мы не можем. Сейчас налаживаем связь и говорим с Юрием Игнатом, спикером командования Воздушных сил Украины, о обстрелах. Напомню, что сегодня утром по территории Украины звучала вновь воздушная тревога. Мы знаем уже эти печальные результаты. Прилеты были в киевском районе города Харькова. Стреляли россияне вновь из комплексов С-300. Это оружие террора, как говорит Юрий Игнат, который вновь присоединился к нашему эфиру. Да, по поводу С-300. Нельзя ракетой С-300 сбить ракету С-300. К сожалению, раньше узнать о том, собирается ли враг наносить этими ракетами с той или иной территории удар, тоже очень сложно. Нужно иметь объективные данные разведки для того, чтобы предотвратить, по крайней мере объявить тревогу, как минимум. И предотвратить удар нанесением контрудара, то есть нанести удар непосредственно по тем позициям, с которых наносятся удары этими комплексами. То, что вчерашняя история. Ну, вероятно, может быть, либо ракеты у них уже того качества, которые просто падают сами или летят никуда. Либо сработали самоликвидаторы этих ракет, и они взорвались в воздухе, потеряли свою цель, место предназначения. Вот такие вот могут быть варианты. Вот конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который побывал в Киеве, он отметил, что есть рост поддержки передачи артиллерии и самолета в Украине. Ну, вот по вашим ощущениям, дальнобойные ракеты, авиация, насколько близко решение передать их Украине после визита американского президента? Наши партнеры делают все последовательно. То есть от передачи таких систем, как Stinger, Javelin и стрелкового вооружения, мы уже имеем на сегодняшний день зенитные ракетные комплексы. Одни из самых лучших в мире, я имею в виду и NASAMS, и ARST, самые новые, как Германия, производят сейчас для нас и будут эти поставки делать по этапам, потому что не может производство дать все сразу. То есть будет этот комплекс приходить на вооружение еще некоторых, несколько лет, наверное, потому что технологии серьезные, нужно его производить некоторое время. Дальше NASAMS, дальше ARST, сам ПТ, прошу прощения, Патриот, сам ПТ, ну и уже решение так дошло к самолетам, так ждем мы с нетерпением этого действительно доленосного решения для Украины. Потому что эти самолеты, которые могут прийти на вооружение, они серьезно изменят расстановку сил в тактическом, стратегическом плане, потому что авиация имеет и мобильность высокую, и дальнюю руку, как мы говорим, имеет широкий спектр вооружения, который может молниеносно наносить существенные высокоточные удары по объектам противника, ну и плюс завоевать воздушные пространства и комплексы ПВО, и авиация, которая тоже есть частью противовоздушной обороны. Это многоцелевые истребители, которые могут работать и по земле, и по воздуху, смогут обеспечить контроль воздушного пространства и на оккупированных территориях, после чего, возможно, будет уже проводить успешные деоккупационные действия, выгонять врага с нашей земли. Юрий, давайте с вами еще обсудим помощь Израиля Украине. Накануне в Киеве побывала израильская делегация, было много заявлений о том, что будут помогать и гуманитарной помощью, и призывают помогать также военной помощью. По итогам этой встречи стало известно от посла Украины в Израиле Евгения Корнечука о том, что в Киеве проведут испытания израильской системы раннего уведомления о приближении беспилотников и ракет. Расскажите буквально детальнее об этой системе, чего ожидаете, в принципе, о ее важности в нынешних условиях. О важности тут можно говорить, но о самой системе говорить не приходится. Нужно, по крайней мере, пообщаться со специалистами, которые могут рассказать о ней больше и имеют такую информацию. Сама себе название говорит о том, что система раннего атак обнаружения, оперативная информация о обстановке, о нанесении ударов играет огромную роль, особенно в противовоздушном бою. Мы понимаем, насколько важно знать, что идет по тебе работа ракет, даже для обычного оповещения мирных граждан, чтобы была возможность спрятаться, как от снарядов реактивной артиллерии, от зенитных ракет. Там же минуты не проходят, когда от пуска до попадания, в зависимости от расстояния. Так летят и АС-300, и реактивные системы залпования. Поэтому нужно понимать, что эта система, если она будет внедрена в нашу систему, в систему противовоздушной обороны, имеется в виду глобальную, так, потому что в нее входят все силы обороны, которые имеют на вооружение средства ПВО. Это станет серьезным шагом к тому, чтобы мы усилились. Но говорить о каких-то тактико-технических характеристиках я сейчас не имею представления, потому что все, что новое вооружение, доступ к этой информации имеют определенные люди, которые знают больше, которые владеют этой системой. Ирина, давайте с вами обсудим, подходим к этой дате, годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. За эту неделю звучали разные заявления и о количестве авиации у наших границ, и в вооруженных силах, в воздушных силах объявляли, и говорили вы также, что этого массированного какого-то взлета самолетов и использования не будет. Потом мы помним шары в небе. Вы также говорили о том, что сейчас враг использует новую тактику, запускает ракету по руслам рек. Чего ожидаете в эти дни? Как готовимся к этому дню? На самом деле тактика пуска по руслам и с рельефом, и используя рельеф местности, это не новая, это в принципе характерная для этого типа ракета. Скажем, мы берем ракету Х-101, у нее есть там локатор, радар, который сканирует перед собой местность, и таким образом ракета может огибать по рельефу местности, как можно ближе прижимаясь к поверхности земли. Но лучше всего это, конечно, делать по руслам рек. У нас есть большие реки, Днестр, и Южный Буг, и Днепро, по которым они часто запускают и шахеды, и ракеты. Что касается какой-то изменения тактики, тактика запуска ракет, она в принципе неизменна, но летят самолеты, есть район пусков, не пускают, так же самое и корабли, есть район пусков. Речь тут больше идет о том, будут ли массированные обстрелы и далее эти критические инфраструктуры, или будут обстреливаться другие объекты, насколько много противник будет использовать ракет, именно крылатых и баллистических по дальним территориям, то есть по центральным, западным областям. Или же будут такие обстрелы, как был недавно, точечные, это 4 калибра, используя ночное время, так как мы уже отвыкли от того, что противник стандартно наносит удары, сначала шахеды ночью, потом с утра ракеты. Но таким образом может быть изменено просто временное пространство, когда они будут плюс-минус изменять количество ракет и так далее. Что касается каких-то массированных авиационных действий, о которых все пишут, для этого послужило несколько статей в зарубежной прессе, то есть там и Financial Times написал, что стягивают авиацию. Все давно уже стянуто, на первых порах еще до начала войны даже авиация стояла уже российская на тех аэродромах и в России, и в Белоруссии, и в оккупированном Крыму. Готово нападать на Украину и частично уже уничтожено много российских самолетов, вертолетов, но есть возможность у них подтягивать. Видно уже информация, что появились и МиГ-29. Смотрим некоторые новости, да, в новостях уже есть, но нужно тоже посмотреть по оперативной информации. Если уже они будут использовать МиГ-29, то это говорит о том, что снимают с хранения не только устаревшие вооружения, такие как танки, но, возможно, и самолеты. Видим те, которые были сняты с практического вооружения. А скажите, вот в России на днях признали, что используют в войне против Украины Су-57. И вот ранее британская разведка сообщала, что Россия вот с осторожностью применяет против Украины новейший истребитель Су-57. И там уточнили, что боевые вылеты, скорее всего, происходят только в российском воздушном пространстве. Понятно вот все же, где и как используется этот самолет, и может ли он стать мишенью нашей ПВО? Ну, любой самолет – это воздушная цель на радаре, так. Мы так в нашем виде, да, и вообще в силах обороны, видите, есть мониторы, да, на которых вот эти цели, вертолеты, самолеты – это точки, да, маркеры на радарах не движутся. Поэтому определяется это путем разведданных, путем характеристик воздушной цели, то есть скорость полета, высота полета. Таким образом можно определить плюс-минус, что это за цель, так. Используют ли Су-57 на поле боя, ну, в Украине имеется в войне, и такой информации на сегодняшний день нет. Поэтому есть ли смысл использовать этот самолет? Ну, разве что для каких-то испытательных целей, как он себя показывает, он может там ракеты запускать действительно с российской территории, как, в принципе, и все остальные. Остальные самолеты тоже не залетают в воздушное пространство Украины уже 10 месяцев точно. Поэтому говорить о том, что используют, может быть, может быть, был пуск каких-то одной-двух ракет. Но у них есть достаточно другой авиации для того, чтобы нанесить удары. Тут речь идем о том, что есть ли у этого самолета ракеты, которые может использовать, какие-то новые и так далее. Потому что самолет самолетом – это авиационная платформа, предназначенная для полетов и нанесения ударов. Главное, что несет эта платформа и насколько эффективно это оружие в комплексе с этим самолетом. Об этом мы говорим на сегодняшний день и в контексте F-16 самолета, который хотелось бы получить как основной тип боевого самолета. Ну, или, может быть, другой тип, не будем сейчас говорить определенно, но F-16 про него говорят все, потому что самый такой кандидат вероятный для того, чтобы мы его получили. И вот F-16 имеет широкий спектр вооружения, он имеет и ракеты воздух-воздух, воздух-земля, крылатые ракеты, бомбы умные, которые летят точно в цель. Поэтому все зависит от вооружения, которое может эффективно работать и приносить результат. Юрий, спасибо огромное. Спасибо за последнюю информацию, за ваши комментарии. Я напомню, Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины, был с нами на связи. Спасибо. Продолжение следует...